В студии Павел Давыдов. Здравствуйте! В эфире программа «Коллеги», которая объединяет журналистское сообщество из разных регионов России. Это взгляд изнутри на конкретный город, село, деревню и живущих там людей. Как всегда, мы покажем лучшие работы, которые заслуживают отдельного внимания. Начнем с проекта «Наша фишка» телеканала «Экспресс», который рассказывает о туристической привлекательности Пензенской области. О том, что даже в самых дальних ее уголках можно найти интересные нюансы. В выпуске, фрагмент которого мы сейчас покажем, речь пойдет о Малосердопинском районе. Узнаем любопытные факты, которые с ним связаны. Здравствуйте, друзья! В эфире «Наша фишка». И это уже третий сезон вашей, надеюсь, любимой программы. За два предыдущих мы с вами посетили 21 район нашей родной Пензенской области. Напомню, всего их 27. В этот раз мы решили восполнить этот пробел, а также посетить те районы, о которых мы рассказали далеко не все. Территория этого района была заселена еще в Бронзовом веке, а это около 3,5 тысяч лет назад. Его площадь составляет более тысячи квадратных километров. И находится он на юге нашей Пензенской области. На этой неделе мы гостим в Малосердопинском районе. Она была больше, чем звездой. Она легенда, символ русской песни. Ее настоящее имя Прасковья Андриановна Лейхина-Горшенина. А сценический псевдоним еще при жизни стал нарицательным. Наверняка вы уже догадались, что я говорю о Лидии Андреевне Руслановой. И сейчас мы находимся в селе Ключи возле музея великой певицы. Уважаемые друзья, разрешите вам представить сотрудника музея имени Лидии Андреевны Руслановой Людмилу Николаевну Горошкову. Людмила Николаевна, здрасте. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в Ключевском историко-культурном центре имени великой исполнительницы русской народной песни Лидии Андреевны Руслановой. Давайте начнем по порядку. Мы сейчас находимся в здании. Это же не вновь отстроенное здание. Здесь что-то когда-то находилось. Историческое здание. Это здание считается церковно-приходская школа. Построено было здание в 1871 году помещиком Сергеем Петровичем Ермолаевым. И здесь обучались дети крестьян. То есть вы хотите сказать, что вот этому зданию, вот этому дому почти более чем 150 лет? Конечно. Ух ты! Конечно. В этом здании даже обучалась я, мы с коллегой Надеждой Викторовной. Вот здесь? Да. Маленькими сюда ходили? Да, конечно. Ну и как здорово. Пойдемте. Пойдемте в музей. Приглашаю вас в главный зал. Спасибо. Итак, мы с вами находимся в главном зале, где расположена информация, сведения о жизни и творчестве наших замечательных, известных земляков. И первым представителем является художница Вера Михайловна Ермолаева. Насколько я понимаю, здесь ее работа. Да, на данном стенде представлены ее работы. Конечно, это не подлинники в уменьшенном варианте. Мы можем увидеть здесь разные направления. Это живопись, это образ человека, это природа, посуда, то есть разноплановые работы. А работы сами, подлинники, картины сохранились где-то? Где они находятся? Да, конечно, они находятся в Лувре. Где? В Лувре. То есть это вот тот, который во Франции, да? Париж, я не ошибаюсь. Нет, нет. Что вы говорите? А у нас где-нибудь в России есть ее работа или все ушло куда-то за рубеж? Скорее всего, это все за рубежом. Движемся дальше? Да, движемся дальше. Переходим к следующему, не менее известному жителю, знаменитому земляку, Федору Васильевичу Гладкову. Он писатель. Рожден он не в селе Ключи, а в селе Большая Чернавка, в крестьянской обычной семье старообрядческой. Он старался в своих произведениях изложить жизнь рабочих и крестьян, потому что это было близко по духу, потому что сам он выходит из крестьянской семьи. Одно из произведений «Белая береза», где он рассказывает о красоте своего села, о природе. Хорошо писал, хорошо писал, вот прямо скажем, друзья. Абы кому, абы кому дважды сталинскую премию не дают, правильно? Его замечательное произведение, известнейшее произведение «Цемент» было переведено на различные языки мира. В том числе на японский, я слышал. Да. Вот так, друзья, представляете, какие люди жили на Малосердобинской земле? Каких людей она взрастила? Ну и, и переходим все-таки к, пожалуй, самому громкому имени земли Малосердобинской, да? К Лидии Андреевне Руслановой? Да, конечно. Пойдемте. Итак, Просковья Андреановна Лейкина. Именно такое имя носила она при рождении. Да, конечно. Это ее изначальное имя, которое дали ей ее родители. Родилась она в селе Александровка, недалеко от села Ключи, в обычной семье. Дети ходят по селу как-то заработать себе, и при этом Лидия поет песни. Одна из богатых женщин замечает девочку и решает дать ей будущее. Но, насколько я знаю, прежде чем ее устроить в приют, имя как раз ей вот в этот момент и изменили. И как раз вот эта женщина, которую звали Лидия Андреевна, написала ее как раз вот тоже Лидия Андреевна. Что-то да. Возможно, это так, потому что, так как она была Просковья Лейкина, это была, как говорится, выходец из крестьянской семьи, и ей не было бы места в приюте, там, где дети богатых родителей, возможно, которые уже погибли. И поэтому она желает дать будущее девочке и дает, скорее всего, свое имя и фамилию. То есть выправляет ей метрику, как раньше это говорили, и определяет ее в церковно-приходскую школу. При школе была церквушка, в которой... Был хор. Да, конечно. И в этом хоре... Маленькая Лида пела. Маленькая Лида пела. И она не просто пела, она своим голосом завораживала всех слушателей. Даже приходили люди только послушать ее замечательный голосок. Здесь, я так понимаю, собрана экспозиция, посвященная уже ее там, такому зрелому творчеству, да? Да, здесь мы можем наблюдать с вами грамзаписи этой пластинки, которые в то время практически слушались в каждом доме, огромными тиражами выпускались, и разлетались они просто на ура. Я еще смотрю, у вас здесь и патефон. Да, есть патефон. И патефон, и в нем сто процентов находится пластинка, тоже с записью Лидия Натальевна. Конечно, конечно, патефон рабочий, мы можем включить, послушать ее исполнение. Я тоже, опять же, слышал историю, когда Шаляпин, услышав ее по радио, когда-то давно-давно-давно, сказал какие-то такие, какие-то очень интересные, очень такие душевные слова о ее голосе, что это поет не просто человек, да? Это там Россия, душа поет, она поет, она поет как-то по-русски она поет. Так это? Да, действительно, это так. Он даже выразился, говорит, хорошо поет баба в русской народной песне, в русском духе, раскрывая всю свою, всю силу, красоту песни. Говоря о Лидии Андреевне, нельзя не затронуть ее творчество в годы Великой Отечественной войны, да, когда она, приезжая на фронт, своим голосом, ну, действительно, творила чудеса. Есть такое, читала я в книге про нее, вспоминает один из бойцов. Когда она приехала в их часть, он был тяжело ранен. И он попросил, чтобы она посидела с ним рядом не просто так, а исполнила какую-то песню. И на самом деле несколько часов она исполняла ему песни, слушая, а когда его забирали на операцию, она тихонечко спросила доктора, есть надежда. Доктор ответил, все в божьих руках, но думаем, что все будет хорошо. И вы не поверите, спустя много лет она получает письмо от него, в котором узнает, что этот боец жив. – Слышал я такую вещь, что Лидия Андреевна еще была и замечательной хозяйкой. И в доме у них постоянно были гости, она их постоянно угощала, постоянно почивала своими знаменитыми пирогами. Это правда или нет? – Да, конечно, это так. Всегда в ее доме были люди, и не просто люди, гости, приглашенные, которых она почивала своим кулинарным искусством. Это действительно у нее прекрасно получалось. – Ну и почему я это говорю? Я слышал, что у вас тоже в музее есть часть, так скажем, часть экскурсии, посвященная именно вот этому, да? – Да, да. – Это знаменитая руслановская каша. – Сейчас я вас приглашаю в русскую избу, где вы увидите приготовление руслановской каши и, конечно, отведаете. – Но это здесь же находится в музее, да? – Да, находится в музее, в следующем зале. – Пойдемте. Спасибо большое. Друзья, мы по-прежнему находимся в музее имени Лидии Андреевны Руслановой. И здесь, сейчас, удивлять нас и угощать руслановской кашей, руслановской кашей будет сотрудник музея Надежда Ванькова. Надежда, здрасте. – Здравствуйте. Судя по ингредиентам, которые я вижу сейчас на столе, как бы ничего особенного нет. Каша как каша, пшеная как пшеная. – Конечно. – Но она все-таки руслановская. – Руслановская. – В чем секрет этой каши? – Ну, почему мы еще называем руслановская? Не секрет. Русская печь, то есть, такой самый большой секрет всех русских, старорусских. – То есть, вот потрескивающие дрова за нами – это не декорация, это не бутафория, это настоящая, действующая русская печка. Потрясающе. – Давайте готовить руслановскую кашу. Начнем? – Да. Для этого нам понадобится пшено, которое я с любовью перебрала, промыла проточной водой и залила еще крутым кипятком, для того, чтобы убрать всю горечь из пшена. Понадобится нам молоко. – Молоко, я так подозреваю, от коровы. – Да. – Не какое-то там покупное, деревенское. – Потом сахар, соль и масло, которое мы добавим с вами в конце. – А, тоже секретик такой. – Конечно, такой секрет. Каша сама подаст знак, когда нужно уже положить эту. – Когда масло надо добавить. – Масло надо, да. – Подаст сигнал, вылезет из-под крышки и помажет ягод. – Нет, ничего подобного, она начинает пыхтеть. – Ну, это мы увидим. – Да, вы это сами увидите. Итак, начинаем? – Давайте, конечно. – Для этого нам понадобится чугун. – Чугунок. – Так, все сюда я отправляю. – Угу. – Пшено отправляю в чугун. – Заливаю молоком. – Ага. – Так. – Все, я уже подсчитала. Варю я один к четырем. – То есть? – Один к четырем. – Один стакан пшена. – Ага. – Четыре стакана молока. – Да. – Угу. – Совершенно верно. – У каждой хозяйки есть свой мерный стакан, своя посуда. – Так. – Так, добавляю еще большую ложку. – Сахарку. – Вот такую столовую у меня деревянную. – Чайная ложка. – Соли. – Да. – Я еще немножко подсыплю. – Ага. – Ну, пока, вот, друзья, пока ничего особенного, да? – Да, ничего особенного, пока как вот дома мы кашу с вами готовим, так пока и сейчас у нас все это дело происходит, но, я говорю, все фишки этой каши, они чуть позже будут. – Закрываю крышкой. – Что говорить? – Да. – Так. И неужели в печь? – В печь. – Ага. – Но прежде, чем мне отправить чугун в печь, мне нужно разметать под. Вот, то есть все угли отправляю в самый дальний угол, то есть создаю такой особый жар по сторонам, и уже тогда поставим мы чугун. – А теперь мы кашу туда. – Отправляем кашу. – Угу. – Но у меня еще есть свой секрет, который передала мне его моя мама. – Секрет? – Да. – Такой секрет. – Какой? – Еще надо благословиться. – Пресвятая Богородица, благослови еду да варку, чтобы на стол ложилась, всеми хвалилась, с веку по веку, отныне и до веку. – Итак, беру ухват и этим ухватом отправляю чугун в печь. – Потрясающе. – Потрясающе. – Надюш, и сколько у нас этот чугун будет в печке стоять? – Полтора часа. – Ох ты ж как, вот так вот, полтора часа? – Очень долго, да. – Томиться будет? – Будет томиться, получится с пентой. – Ясно. – Надя, ну вот, смотрите, первое, что хочу спросить сейчас, пока мы ждем, да, мы сейчас с вами, как я уже в самом начале сказал, мы по-прежнему в музее Руслановой, но уже в другом зале, в другой экспозиции присутствуем, да? Это экспозиция «Русская изба». – Да, зал «Русская изба». В каждой избе был красный указ. – Естественно. – Самое главное святое место такое. И когда приходили в СБУ гости, они говорили «Мир вашему дому». И хозяйка отвечала «С миром принимаем». – Предлагаю послушать песню Лидии Андреевны Руслановой и вернуться сюда, к нам за стол уже тогда, когда каша будет практически готова. Договорились? – Договорились. – Поехали. – Ой, как на речке была дана фантанки, стоял заводчик, стала быть молодой. – Полтора часа прошло. Слышите? – Что? – Каша зовет. – Как? – Бахтит. – А, вот это вот тот самый момент, когда каша, о котором вы говорите. – Масло. – Добавляем. – Так. – Беру хво. – Так. – И достаю наш чугун с кашей. – То есть прям вот так вот не жалею, да, не отмеряю? – Не жалею. – Прям вот хрязь туда вот этот вот. – Так, как у нас, дорогие гости. И вот, Алексей, смотри, я не буду мешать. Масло с кашей я не буду перемешивать. – Ага. – Оставляю так. И еще на двадцать минут. – Ой, я-ка слезая, а была стала быть горюча. – Итак, я достаю. – Я продолжил из широких штаней, но это немножко не тот случай, поэтому мы достаем из печки чугун с настоящей руслановской кашей. Ох! – Да. Аромат передать невозможно. – Вы абсолютно правы. Друзья, вот честно, невозможно передать этот аромат. Масло, как давно я вот этого не ощущал. Действительно, это потрясающе. И внешний вид, и… – Вкус детства. – Каш, прям до слез, да. До слез, вот честно. – Так, ну что, пробовать будем? – Ой, да с удовольствием, да быстрее. – Так, подавай мне тарелку. – Держите. Такая она, руслановская каша. Сейчас мы будем ее пробовать. Надежда, спасибо вам большое. Действительно, это потрясающе. Ну, а программа наша не заканчивается. Нас ждет еще рыбалка. А сейчас, ребята, пошли попробуем все вместе. Ведь я операторов зову. Пробуем? – Пробуем. – Пробуем. Давайте. – Ангела нам за трапезой. – Да. Ну-ка. – Нет. Слушайте, ну это фантастика, на самом деле. Я такой каш не ел. Очень давно. – Ахар. – Ахар. – Да? – Ты что? – Вообще, нет слов. – Хвалите, хвалите. На рыбалку, друзья, нас пригласили на пруд, который находится в окрестностях села Саполга. Говорят, рыбалка здесь знатная. Давайте я пойду знакомить вас с человеком, который действительно этим делом здесь занимается. Ну вот прямо вам скажу. Вот подобного увидеть здесь я абсолютно не ожидал. Приехав сюда, мы увидели, ну, реальный, настоящий, серьезный карпфишинговый лагерь. Пойдемте, буду вас знакомить. Дмитрий, привет. – Приветствую. – Уважаемые друзья, начните вам представить. Местный житель, житель села Саполга Дмитрий Дергунов. Дим, ну, во-первых, спасибо, что пригласили нас сюда порыбачить. – Всегда пожалуйста. – Очень, так сказать, ну, для меня неожиданно, что вот здесь вот так серьезно занимаетесь карпфишингом. Давно это? – Ну, нет, где-то примерно около трех лет товарищ меня заразил. Данным делом обычно рыбачил обычными уличками. А вообще, вообще, с чего все это началось? С того, что мы, так сказать, договорились с администрацией в плане того, что в плане поддержки и дальнейшего развития пруда собрались, запустили сюда рыбу, сложились деньгами, отсыпали плотины, обводные донки сделали и запустили рыбу, охраняем. – А, понятно. То есть, вы не просто здесь ловите рыбу, да, вы еще за этим прудом ухаживаете, за рыбливанием. – Да, за рыбливанием убираем мусор и так далее. Рывалка такая у нас интересная получается, да, сидим где-то около часа. Были небольшие потяжки, да, были такие поклевочки, но пока ничего такого особенного мы не видим. Опа, опа. Слушай, и не маленький, мне кажется. – Приличный. – Ага. Ну, аккуратненько, да, мы с ним? Бережно и нежно и ласково. – Вот так вот, друзья, вот такая вот… Ну, да, кто-то скажет, что это не, там, не трофей. Почему не трофей? – Ну, смотрю, опять, для кого. Для меня это маленький. – Я понимаю, для вас, карпишеров, меньше, чем десяточка, да, это как бы не экземпляр. – Да. – Но, друзья, первая рыба в этом сезоне в Малосердобинском районе, вот такой красавец. Карп – это, мне кажется, ну, действительно, дело такое. Ну, я не знаю, у меня… Сразу я начинаю волноваться, когда рыбу вижу, сразу как-то слова начинаю забывать там и так далее. Ну, давай еще раз его покажем, да, продемонстрируем этого красавчика, поблагодарим. И я думаю, давай его вот что-то не высвоясь, отпустим. – Конечно, отпустим. – Вот. Друзья, вот она, первая фишка Малосердобинского района. У каждого свой Пушкин. Кому-то интересны его сказки, кто-то наслаждается его лирикой или ясностью мысли, высказанной в прозе. Мои коллеги из Санкт-Петербурга подготовили цикл программ, посвященных великому поэту, но решили отойти от канонического представления об Александре Сергеевиче. В частности, журналисты расскажут о тех фактах, о которых могли умолчать на уроках литературы. Когда поэт стал академиком? Сколько он получал за одну строчку Евгения Онегина? Зачем на прогулке брал четырехкилограммовую трость? Пушкин – наше все. Так называется проект, фрагмент которого мы сегодня вам и покажем. Побываем в Царско-сельском лицее, прочитаем зашифрованную десятую главу Евгения Онегина, узнаем историю местоимений и полюбуемся подарком от лучшего друга поэта Павла Нащекина. В детстве нам читают стихи про лукоморье. Затем мы начинаем учиться понемногу чему-нибудь да как-нибудь. Мы уверены в том, что любви все возрасты покорны. И смиряемся с тем, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Мы живем по Пушкину, мы говорим по Пушкину, мы думаем по Пушкину. Ведь Пушкин – наше все. Юбилейный 225-й год поэта я предлагаю прожить вместе с Александром Сергеевичем. Неделю за неделей пролеснуть пушкинский календарь, дат, встреч, событий и мест, связанных с гением. Благослови, ликующая муза. Благослови, да здравствуй, лицей. Однажды весной 1812 года здесь, в классе, на занятии, профессор Кошанский внезапно предложил лицеистам описать стихами розу. У большинства учеников ничего не получилось. И лишь один курчавый быстроглазый мальчик, 14-й в списке, мигом сочинил два четверостишья и привел своих однокурсников в восторг. Этим мальчиком был, конечно, Александр Пушкин. И так появилось его первое публичное стихотворение. В ту пору в лицее действовал запрет на написание стихов во внеурочное время. Считалось, что это отвлекает воспитанников от более важных занятий. Вскоре после розы Пушкина табу сняли. Главной задачей преподавателя было не только объяснить что-то, но и воспитать человека. То есть почувствовать, понять, что же самое главное именно в этом ребенке, с тем, чтобы именно его таланты развивать. Пушкин не был самым успешным, скажем, учеником по математике, но ему зато его и не трогал профессор Касов. Давал ему возможность писать стихи. Все это помноженное на страстное желание молодых преподавателей, получивших образование, стажировку за границей, дать все, что они могли своим ребятам, привело к этим отличным результатам. А вот та студенческая келья, в которой муза была частой гостьей. Зимой температура в этом маленьком помещении была всего 13 градусов. Обстановка аскетичная. Одна радость за стенкой, друг пущен. Лицей ученикам запрещено было покидать даже во время каникул. А ведь была еще такая история с гувернером Трико, как раз от которого они вроде попытались сбежать. Ну да, это было действительно так. И не больше, не меньше, как в город Санкт-Петербург они решили сгонять. Но когда на составе спросили их имена, то один сказал «однако», другой сказал «двуяко». И когда подъезжал уже педагог по имени Трико, то он сказал «трико», то сказали «нет уж, братец, хватит шутить». Пушкин, конечно, любил нарушать правила. Однажды в 1817 году за шалость его посадили в комнату, будто в карцер. И тогда стены своей тюрьмы поэт расписал стихами поэмы «Руслан и Людмила». И в будущем многие свои шедевры Александр Сергеевич тоже напишет во время вынужденного заточения, будь то в ссылке или на карантине. Большой зал лицея. Здесь, на экзамене 1815 года, состоялась знаменитая встреча Пушкина с Державиным. «Славный старец наш, певец, царей избранный крылатым гением и грацией венчанной, в слезах меня обнял дрожащую рукой и счастье мне предрек, незнаемое мной». С тех пор о лицеисте под номером 14 заговорили именитые литераторы. Жуковский назвал юношу надеждой русской словесности, будущим гигантом, который всех нас перерастет. Осознал свое предназначение и сам Пушкин. «Мне жребий вынул Феб, и Лира мою делу». Конец января, начало февраля для Александра Сергеевича было временем непростым. Поэт часто хворал. Ушибы и опухоли щеки, простуда, вывихи и гнилая горячка. Все это в разные годы приковывало поэта к постели. Но такое вынужденное отшельничество приносило свои творческие плоды. Так в 18-м году поэт пишет, а в 20-м редактирует поэму Руслана Людмила. Работал, конечно, Пушкин не только во время болезней. Спустя пять лет поэт пишет черновой вариант четвертой главы Евгения Онегина. А 30 января 1932 года журнал «Русский инвалид» сообщает о выходе последней главы романа в стихах. В Евгении Онегине восемь глав. Затем идут отрывки из путешествий и глава десятая. Но куда пропало девятая? Восемь глав – это то, что, так сказать, санкционировал Пушкин. Дальше он сам действительно в приложении напечатал отрывки из путешествий Онегина. При этом он написал, что вот как бы куда-то эта глава делась. Но вообще это, видимо, чистой воды мистификация, потому что полностью эта глава, очевидно, написана не была. То есть когда Пушкин отказался от намерения вставить эту главу в роман Евгения Онегина, то он просто перестал над ней работать. У современников поэта вопросы вызывало не количество глав, а открытый конец романа. Напомню, Онегин, как громом пораженный, застывает в комнате Татьяны. Туда же входит князь. На этом повествование обрывается. Было много предположений, как же хотел Пушкин продолжить сюжетную линию. В тексте находили намеки на дуэль, на предстоящую свадьбу. А декабрист Юзефович утверждал, что поэт лично делился с ним своими планами. Он хотел отправить Онегина на Кавказ. Но что же пишет сам Пушкин? Но для него роман был закончен. И вот этот открытый финал – это, в общем, художественное открытие Пушкина. Когда он останавливает на этом, и дальше мы можем только представлять себе, что случилось с героями. Но это наши личные фантазии, которые к интерпретации Онегина никакого отношения не имеют. Но продолжение Евгения Онегина все-таки существует. О нем узнали лишь в начале 20 века, когда в Академию наук попали неизвестные до этого рукописи Александра Сергеевича. В них нашли листок с текстом, написанным знаменитой Онегинской строфой. Сомнений не было – это продолжение романа в стихах. Правда, его еще предстояло расшифровать. Вот что увидели исследователи на этом листке. Вот строчки. «Властитель слабый и лукавый. Его мы очень смирно знали. Гроза 12-го года». А, то есть ничего не понятно. И так далее. Строчки совершенно не рифмованные, не связанные друг с другом. Но когда шифр Пушкина угадали, то тогда эти строчки стали выстраиваться в четверостишие. И получилось «Властитель слабый и лукавый», «Плешивый щеголь», «Враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Работа, конечно, была гениальная, проделана. Угу. Детективная, не просто литературовическая. Пушкин сохранил лишь 16 зашифрованных строк. Остальную часть он сжег, боясь гонений. Нам же осталась непревзойденная энциклопедия не только русской жизни, языка и ярких характеров, но и энциклопедия «Тайны загадок», которые вы тоже можете попробовать отгадать. Пушкин – блогер. Звучит непривычно, но представить его в этой роли вполне можно. Он бывал в центре многих светских событий, как мы знаем, отлично знал русский язык, да и подписчики у него были, правда, не канала, а его журнала «Современник». Добавим к этому его любовь ко всему новому, и можно утверждать, Пушкин был бы топовым креатором и инфлюенсером. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Увидеть экспонат в мельчайших деталях или ближе познакомиться с историей его создания можно с помощью приложения «Дополненный реальности. Артефакт». В литературной экспозиции Александра Сергеевича у каждого посетителя появилась возможность превратить свой смартфон в виртуального гида и, например, отправиться на выставку под названием «Путешествие Пушкина». Александр Сергеевич говорил, что путешествия нужны ему нравственно и физически, хотя сам он мог путешествовать только по России. Нам хотелось обратить внимание на те экспонаты, которые у нас не задействованы в обзорной экскурсии. Интерфейс приложения предельно прост. Заходим в него, выбираем вкладку «Я в музее», наводим камеру на экспонат, вот, например, гарнитур дорожных пистолетов, и на экране сразу появятся так называемые точки интереса. Это области, на которые можно нажать, чтобы узнать подробнее о примечательных фактах. Помимо этого экспозицию можно пройти в сопровождении аудиогида. На портрете поэт изображен в домашнем халате, растрепанный, с заветным мистическим перстнем на большом пальце. Ну а если возможности побывать на выставке у вас нет, прогуляться по музею можно дистанционно. Все экспонаты и их описания загружены в приложение. Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных. Два указательных местоимения СИХ и ЭТТИХ, разделенные на бумаги четырьмя словами, на шкале истории русского языка находятся гораздо дальше друг от друга. СИХ в начальной форме СИХ, выходец из церковнославянского языка, использовался во всех письменных произведениях. А вот местоимения ЭТТОТ до конца 17 века в книгах вы не найдете. Да и позже оно будет маркером просторечия и разговорного стиля. Место ему было только в письмах, баснях и комедиях. Все изменил Александр Сергеевич. На момент начала творчества Пушкина существует теория трех штелей – высокий, средний и низкий. Высокий стиль, который единственный допустим как язык поэзии, включает в себя преимущественно старославянизм. И СИХ – это одна из архаических форм, которая существует именно в этом языке. Пушкин отказывается от этой формы и включает разговорное живое местоимение ЭТОТ во все практические жанры своего поэтического творчества. В словаре языка Пушкина, где собраны все слова, использованные поэтом в произведениях, ищем статью СЕЙ. И видим, что это слово во всех значениях встречается 1319 раз. Теперь ищем статью ЭТОТ и видим цифру 2433. Статус реформатора русского языка подтвержден. От языка первого поэта к языку национальному один шаг. В словаре Академии Российской, изданном за пять лет до рождения Пушкина, рядом со словом ЭТОТ стоит помета «простонародная». А вот в словаре церковнославянского и русского языка, вышедшем спустя десять лет после смерти поэта, ограничений уже никаких нет. Используем мы его свободно вплоть до наших дней. В 1821 году поэт посвящает стихотворение своей главной наперснице – чернильнице, без которой мы бы с вами не увидели ни поэму Руслана Людмила, ни кавказского пленника. А в январе 1932 года Пушкин получает в подарок от своего ближайшего друга Павла Нащекина еще одну свидетельницу минут вдохновений поэта, которая заняла свое почетное место на рабочем столе. В сопроводительной записке Нащекин писал «Посылаю тебе твоего предка с чернильницами». Легко представить, как Пушкин улыбнулся, увидев эту фигурку. Пушкин ответил Нащекину «Очень благодарю тебя за раба». Чернильницу держал на столе с 1832 года. Потом чернильница была у Натальи Николаевны, у ее детей. И досталась она старшей дочери от второго брака – Александре Петровне Араповой. Из ее дома чернильницы поступила в Пушкинский дом. Музейщики очень любят, когда такой прямой путь. Тогда нет никаких сомнений, что это тот самый араб, который глядел на Пушкина, когда он работал за этим столом. Прадедом своим Пушкин, безусловно, гордился. Но для поэта его африканское происхождение было предметом не только гордости, но и самоиронии. Можно сказать, что он бронировал вот этим африканским происхождением. Однажды летом граф Васильев увидел Пушкина в окно, когда тот снимал дачу. И Пушкин зазвал его к себе. Было очень жарко. Васильев увидел Пушкина в домашнем халате. Но под халатом, как говорит этот человек, Пушкин был едва ли не в прародительском костюме. Как же можно принимать гости в таком виде? То поэт ответствовал, жара стоит африканская. А у нас в Африке все так ходят. Но, может быть, презент на Щекина был намеком Пушкину вернуться к сочинению о его знаменитом прадеде Ибрагиме Ганнибале. Увы, а рабчонок не помог. И исторический роман, блестяще начатый, так и остался незавершенным. Журналист, связующий звено не только с регионами, но и с людьми, живущими там. Ведь благодаря работе репортеров на местах мы можем познакомиться с теми, кто так далеко от нас. Наша программа завершена. А коллегам я напоминаю, что мы ждем новые интересные истории, лучшие из которых выйдут в эфир общественного телевидения России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА